Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о глаукоме. Офтальмологи считают это заболевание наиболее коварным из всех недугов глаза, потому что оно проходит практически бессимптомно и если его вовремя не лечить, неизбежно приводит к слепоте. О том, как обнаружить и остановить глаукому, мы поговорим сегодня с кандидатом медицинских наук, заведующей отделением хирургии глаукомы Калужской клиники МНТК микрохирургии глаза имени Святослава Федорова Инной Молотковой. Здравствуйте, Инна Александровна! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что же такое глаукома и чем опасно это заболевание? Глаукома – это такое заболевание, которое характеризуется повышением внутриглазного давления, сопровождается повышением внутриглазного давления и, к сожалению, приводит к слепоте, к необратимой слепоте. Восстановить зрение и получить какие-то зрительные функции уже на последних стадиях глаукомы, к сожалению, невозможно. Какие причины возникновения глаукомы? Что происходит в системе глаза при этом процессе? К сожалению, причины появления глаукомы многочисленные, поэтому его и называют мультифакториальным заболеванием. Если бы была какая-то одна причина, приводящая к этому сложнейшему и страшному заболеванию, мы бы, может быть, к счастью, с ним давно бы уже справились. Но с учетом того, что глаукома возникает, и причины возникновения глаукомы слишком многочисленны, к сожалению, многие тонкие механизмы ее возникновения мы до сих пор не знаем, определиться в полном факторе, факторов патогенеза мы, к сожалению, с вами не можем. Вследствие этого и бороться полностью с глаукомным процессом мы еще не научились. Цель лечения нашего глаукомного процесса заключается в приостановлении процесса, то есть в замедлении степени прогрессии глаукомной оптической нейропатии, то есть глаукомной атрофии зрительного нерва. Есть же какая-то основная причина, которая наиболее часто встречается при возникновении глаукомы. Исходя из современных позиций, мы считаем повышение внутриглазного давления одним из факторов, который сопровождает и характеризует глаукомный процесс. Как диагностируется глаукома? Это и традиционные методы диагностики, это то же самое определение внутриглазного давления, это поля зрения, причем различными методиками, различные аппараты, которые могут подтвердить различные стадии глаукомного процесса. Это все у нас есть. Это оптическая когерентная томография, которая позволяет определить структуру изменения зрительного нерва, что очень важно на современном этапе. Ну вот это, пожалуй, основные поля зрения у оптической когерентной томографии. Ну, еще целый ряд таких показателей, как толщина роговицы, ну, скажем так, структуры, биометрия глазного яблока, острота зрения. Все эти методы диагностики у нас присутствуют. Если вначале глаукома проходит бессимптомно, то уже на каких-то средних или поздних стадиях все-таки появляются же какие-то симптомы. Как ее определить, как ее не пропустить? Что может пациент ощущать? Это какую-то тяжесть в глазу. Может быть, какие-то неприятные ощущения в области глаза. На последних стадиях это уже изменение, когда идут поля зрения. Может человек чувствовать, что он видит окружающие предметы не настолько широко, как ему бы хотелось, как другим глазам, потому что все мы сравниваем с другим глазом. Вот. Может появляться какие-то радужные круги. Вот, пожалуй, все. Это основные симптомы. Какие современные методы лечения глаукомы применяются в МТК имени Федорова? Если мы с вами выявили глаукому, естественно, лечение должно быть назначено немедленно. Излечить глаукому как таковой невозможно, потому что глаукома – это процесс. Процесс, который связан и со старением организма, и с различными другими особенностями, и процессами, происходящими и в нашем организме, и в глазу. Это все понятно. Но как же лечить глаукому? Но первое, с чего начинают, это традиционная терапия, направленная на снижение внутриглазного давления. Для снижения внутриглазного давления применяются самые современные лекарственные препараты, то есть медикаментозное лечение. Кроме того, обязательно подключается лазерное лечение. Существуют современные лазерные аппараты, которые позволяют без вреда для глаза проводить лечение, то есть сдувать в области, так образно говорю, сдувать, очищать тробекулярную сеть, через которую происходит основная фильтрация внутриглазной жидкости, безопасно, то есть без каких-то последствий для глаза, в чем-то делать можно многократно. Это так называемая селективная лазерная тробекулопластика. Это один из самых современных лазерных методов лечения глаукомы. И особенно она эффективна на самых начальных стадиях, на первой и второй стадии глаукомы. Если давление не компенсируется, если мы видим прогрессию глаукомы, то следующий метод лечения – это, естественно, мы переходим к хирургическим методам лечения. Хирургическим в основном мы применяем щадящую хирургию, то есть это непроникающая хирургия с различными видами дренажей, которые применяются для того, чтобы с профилактической целью приостанавливать различные фиброзные процессы, которые очень характерны для хирургии глаукомы. Ну и на последних стадиях, или если глаукома многократно оперирована, если она не поддается компенсации, имеется в виду уровень глазного давления, то это уже имплантация различных дренажных систем. Я считаю, что наша клиника вполне соответствует мировым тенденциям в лечении глаукомы. Мы применяем практически все методики, которые применяются сейчас на современном уровне лечения глаукомного процесса. Это все методики связаны непосредственно с компенсацией уровня внутриглазного давления. Но мы уже говорили, что глауком – это не только повышение глазного давления, но и процесс страдания зрительного нерва от этого же высокого внутриглазного давления. Поэтому применение консервативных методик лечения для улучшения питания зрительного нерва, для улучшения обменных процессов не только в зрительном нерве, но и во всех структурах глаза, так называемые консервативные методы лечения, очень также эффективно все они также применяются у нас. Причем консервативные методы лечения характерны и вообще необходимы их применять для абсолютно всех стадий глаукома. Скажите, какие из этих операций можно выполнять амбулаторно и какие требуют стационара? По большому счету все хирургические методы, с учетом того, что мы владеем их достаточно хорошо, могут выполняться в амбулаторных условиях. Но с учетом того, что пациенты некоторые у нас проживают в дальних районах, некоторые по общему состоянию пациенты требуют более пристального и, скажем так, особенного методов наблюдения, все-таки некоторые пациенты мы рекомендуем лечиться именно в стационаре. А по большому счету все методики микроинвазивные, все методики достаточно хорошо отработаны и все могут применяться при амбулаторной хирургии. Есть ли какой-то определенный возраст, в котором к профилактике глаукомы надо относиться более серьезно? Глаукома может быть даже у новорожденных детей, так называемая врожденная глаукома. Но это отдельная тема для разговоров. Глаукома может быть также и у молодых людей, которые имеют какую-то предрасположенность, может быть, генетическую. Но по большому счету глаукома – это заболевание, традиционно развивающееся после 40 лет. С чем это связано? Почему именно 40 лет? Ну, это, скажем так, приблизительно физиологический возраст старения организма. И, может быть, вот эти нарушения обменных процессов, процессы старения, и запускают процессы физиологического имеется в виду старения, и запускают процессы, которые, может быть, в дальнейшем развиваются и глаукомные процессы. Глаукома помолодела. Если раньше это было после 40, то сейчас возраст 40, а может быть, даже и чуть-чуть раньше. Если у глаукома генетическая предрасположенность, передается ли она по наследству? Именно наследственность стоит на первом месте. Люди, у которых в роду была глаукома, они входят в группу риска, которые требуют, эти люди требуют себе повышенного наблюдения. И, может быть, возраст 40 лет для них уже не определяющий, а, может быть, они должны наблюдаться значительно раньше, с 30-35 лет, потому что слишком тяжелы последствия данного заболевания, а, как мы сами знаем, лучше начинать лечение с ранних стадий, чем потом уже пытаться ухватиться за какие-то угасающие функции. Скажите, пожалуйста, что самое главное мы должны помнить в плане профилактики и лечения глаукомы? Ну, самое главное то, что наше здоровье в наших с вами руках. В начале марта всегда проходит такой всемирный день борьбы с глаукомой, когда, к частности, наша клиника всегда принимает в этом активную часть, когда бесплатно люди могут прийти, измерить внутриглазное давление, поговорить с врачом. Маленькая капля, но, тем не менее, тоже принесет свои какие-то плоды, потому что каждый раз выявляется 10% пришедших пациентов, в которых определяется повышенное давление. И мы направляем таких пациентов на более углубленную диагностику. Я считаю, что это тоже очень важно. Слишком тяжел прогноз, слишком тяжело последствия данного заболевания. То, что ушло, к сожалению, не вернешь. Поэтому мой совет – обращать на себя внимание. Ходите именно к профессиональным докторам. Сколько раз нужно ходить к офтальмологу, чтобы профилактика была достаточной? Ну, минимум два раза в год. Минимум два раза в год измерить глазное давление. Спасибо вам большое за интервью, за то, что вы умеете, за то, что вы делаете, и за то, что вы рассказали все это нашим телезрителям. Наверняка это им пригодится.